Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбард. Более 2700 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе пожар случился в общежитии по улице Ангарской. Горели вещи в комнате и на балконе одного из блоков на седьмом этаже. Работники МЧС из соседней комнаты горящего блока спасли супругу-нанимателя, а с ожогами ее госпитализировали. Из здания общежития были эвакуированы 130 взрослых и 20 детей. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника. В выходные на улице Бабушкина вспыхнул цех по производству антифриза и тормозных жидкостей. В промышленном корпусе загорелся бойлер для разогрева технических жидкостей. На момент ЧП в помещении находился работник, он не пострадал. Чтобы ликвидировать пламя, спасателям понадобилось менее получаса. В результате пожара повреждено оборудование и закопчено помещение. По одной из версий, причиной инцидента могло стать нарушение правил эксплуатации технологического оборудования. Минск чрезвычайный. Вероятнее всего, короткое замыкание стало причиной двух автопожаров на минувшей неделе. На улице Ломоносова горела Мазда, а на улице Романовская Слобода – Volkswagen Passat. МЧС напоминает, что только своевременная диагностика состояния вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Сразу два идентичных пожара случились во Фрунзенском районе. Из-за оставленной без присмотра свечи днем загорелась квартира на улице Одинцова, а вечером квартира горела уже на улице Сухаревской. В обоих случаях никто не пострадал, а пожар был оперативно ликвидирован прибывшими спасателями. Будьте осторожны в обращении с огнем. Особое внимание в эти дни работники МЧС уделяют курильщикам, так как неосторожность при курении остается основной причиной пожаров и гибели людей от них в Беларуси. С начала года по этой причине в республике произошло уже более тысячи пожаров. За это время жертвами огня, вызванного сигаретой, стали более двухсот человек. Это сами курильщики и те, кто от них пострадал. Для привлечения внимания общественности к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении, в начале недели в республике стартовала акция «Не прожигай свою жизнь». Продлится она до 30 ноября. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Минск чрезвычайный.